Каждый раз заново переживать события этого месяца тяжело. Но так будет всегда, пока живут русские люди и русский язык. Иногда единственное, что защищает нас от всех бед. О чем бы мы ни говорили, о каких версиях не спорили бы, как не оценивали бы содержание первого летнего месяца 1941 года, главным будет тревога, тревожное ощущение перед катастрофой и надежды на несбывшиеся возможности достойного для нас начала большой войны. Даже через много-много лет я, например, и мои одноклассники, делим людей на три поколения. На родившихся до войны, родившихся в войну и родившихся после войны. И нам кажется, что это совершенно разные люди. Отчего же перед появлением Восточного фронта Второй мировой войны так чрезмерно переживание и страшно и больно всего лишь при одной мысли, что она вот-вот начнется и для советской России? Может быть, прежде всего потому, что предстоящее противостояние на Востоке выходит за рамки привычных представлений о войне, о поведении человека на войне и о тяжести войны, которую способен нести на своих плечах человек. Дело даже не в невиданных людских потерях. Реки крови на Восточном фронте будут пролиты не только в упорнейших сражениях, но слишком часто в итоге преступлений и преступного ведения войны. Преступная государственность так коротко и ясно сформулирует Карл Ясперс, когда Центральная и Восточная Европа будут лежать в развалинах. Ужас и безысходность свершившегося заключается еще и в том, что преступления проявились не спонтанно, не в результате ярости борьбы. Они задумывались заранее, они планировались и поощрялись. Они были итогом идейных, преобразовательных опытов над человеком в нацистской Германии и в большевистском Советском Союзе. Реки крови на Восточном фронте На Бреннерском перевале 2 июня Гитлер встретился с Муссолини. Диктаторам надо было обсудить конфуз с полетом Гесса в Англию, гибель линкора «Бисмарк», проблемы военных действий в Северной Африке и Средиземноморье. Муссолини убеждал Гитлера использовать десантников генерала Курта Штудента для захвата Мальты, но фюрер воспротивился, сославшись на большие потери элитных войск в битве за остров Крит. Интересно, что о походе в Советскую Россию, деле уже решенном, Гитлер не сказал Дуче ни одного слова. Большим доверием пользовался у Гитлера японский посол в Берлине Хироси Ашима. В беседе с ним 3 июня Гитлер сообщил о предстоящем нападении на Советский Союз. 12 июня Гитлер, встретившись с Антонеску, откровенно обсудил совместные с Румынией планы войны на южном фланге будущего Советско-Германского фронта. Антонеску пообещал выставить 12 румынских дивизий, и в случае победы Румыния должна была получить территорию Молдавии и Украины до Днепра включительно. 6 июня Гитлер принимал хорватского лидера Анте Павелича, одобрил расширение Хорватии за счет Сербии и Боснии и дал Павеличу дружеский совет в течение 50 лет проводить политику национальной нетерпимости и погромов по отношению к сербам. Павелича подстегивать было делом излишним. Хорватские зверства превзошли все турецкие деяния на Балканах за несколько веков османского владычества. В начале июня 1941 года фельдмаршал Кейтель, начальник штаба Верховного командования Вермахта, подписал директиву по обращению с политическими комиссарами. Комиссары не признавались в качестве солдат и должны были немедленно уничтожаться. В первую неделю июня младшие офицеры германских сухопутных войск сдавали экзамен минимум по знанию русского языка. Прошли консультации финских и германских военных по возможной координации совместных действий против Советского Союза. Сталин в начале июня нервничал, нередко срывал свой гнев на военных, не хотел принимать на веру очевидную информацию о предстоящей грозе. Нарком обороны маршал Тимошенко и начальник генерального штаба Жуков оказались между молотом Гитлера и наковальней Сталина. 3 июня в газетах было опубликовано постановление Совнаркома о выпуске государственного займа 4-го года 3-й пятилетки на сумму 9 миллиардов 500 миллионов рублей. Ни одного трудящегося без облигаций нового займа призывала советская печать. Большевистская власть продолжала грабить своих граждан. 6 июня НКГБ представил Сталину данные о сосредоточении немецкой армии численностью в 4 миллиона на германо-советских границах. Еще через 5 дней Сталину доложили о том, что немецкое посольство в Москве получило из Берлина распоряжение подготовиться к эвакуации, а в подвалах посольства уже сжигаются архивные документы. Чего же боли? На все эти в геометрической прогрессии умножающиеся признаки будущего пожара надо было как-то реагировать. 13 июня 1941 года в 21.30 нарком иностранных дел Советского Союза Молотов пригласил в свой кабинет германского посла Шуленбурга и вручил ему текст заявления ТАСС, которое на следующий день, 14 июня, было опубликовано в советской печати. В этом документе, в частности, говорилось о том, что в британской и вообще в иностранной прессе в последнее время стали муссироваться слухи о близящейся войне между Германией и Советским Союзом. ТАСС был уполномочен заявить, я цитирую, что эти слухи являются неуклюже состряпанной пропагандой враждебных СССР и Германии сил, заинтересованных в дальнейшем расширении и развязывании войны. И далее. Слухи о намерении Германии порвать пакт и предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы. Так говорилось в этом документе. И современники тех событий, и их потомки не единожды задавались вопросом о том, что это было, какую цель преследовал Сталин этим заявлением. Сегодня, опираясь на исторические документы, на многочисленные документальные свидетельства, можно с достаточной определенностью утверждать, что это был зондаш. Зондаш в отношении намерений Германии. Зондаш несвоевременный и неуклюжий. Июнь 1941 года был отмечен активностью британских войск на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 10 июня британские войска разгромили итальянцев в районе Красного моря. 15 июня англичане начали наступление в Северной Африке против итало-германской группировки. Операция Секира предполагала снять блокады с осажденного города порта Тобрук и разгром противника в Ливийской пустыне. У британцев в наступлении было задействовано около 150 танков, но генерал Роммель распорядился выставить против них зенитные 88-мм орудия. Эффект был потрясающим. Англичане потеряли около сотни танков. Роммель, как всегда, не только оборонялся, но и постоянно переходил подвижными средствами в контратаки. В его распоряжении, кроме 5-й моторизованной, теперь находилась и 15-я танковая дивизия, полностью сосредоточившая все свои подразделения в Северной Африке. Уже 18 июня английский главнокомандующий генерал Уэйвилл отправил Черчиллю телеграмму. С сожалению, докладываю о неудаче операции Секира. Уэйвилла немедленно отстранили от командования и заменили его генералом Окинлеком. Днем ранее произошло несколько событий, оказавших влияние на дальнейший ход Второй мировой. Президент Франклин Рузвельт распорядился закрыть дипломатические консульства Германии и Японии по всей территории Соединенных Штатов. Руководители Финляндии согласились с предложением Германии принять участие в нападении на СССР. И, наконец, в этот же день, 17 июня, Гитлер отдал приказ начать выполнение плана Барбаросса, ранним утром 22 июня. Среди множества вопросов, которые с неизбежностью возникают в связи с началом Великой Отечественной войны, есть вопрос, который для некоторых и по сей день остается риторическим. Это вопрос о том, имелась ли какая-либо, хотя бы гипотетическая возможность предотвратить германскую агрессию в последнюю неделю, которая предшествовала 22 июня 1941 года. Отвечая на этот вопрос, можно опираться на разные факты, можно анализировать разные события, которые выстраиваются в весьма любопытную и трагическую по своей сути цепочку, но ответ будет определенным. Такой возможности в принципе не было. Даже если Сталин в последние дни перед началом германского нападения предпринял бы какие-либо беспрецедентные меры, направленные на то, чтобы остановить Гитлера, остановить германский вермахт, ну, например, рассредоточить авиацию и тем спасти ее от возможных штурмовок и бомбовых ударов, выдвинуть войска второго эшелона к границе, привести в реальную боеготовность бронетехнику, по крайней мере ту, которая на майские, на июньские дни 1941 года сохраняла свою боеспособность и была исправной, то все равно, мне думается, вряд ли эти, либо какие-либо иные подобные им меры, могли бы поколебать решимость Гитлера. Накануне открытия еще одного фронта, гитлеровской Германии сопутствовал дипломатический успех. 18 июня был подписан договор о дружбе и ненападении между Турцией и Германией. Творцом этого достижения был германский посол в Турции Франц фон Папен. Германия тем самым гарантировала себе безопасность южного фланга. Британские самолеты начали регулярное патрулирование над Бескайским заливом, через которое немецкие субмарины выходили на атлантические коммуникации противника. Вскоре англичане получат американские самолеты «Либерейтер» и смогут начать воздушное патрулирование в Атлантическом океане от Исландии до Британских островов. Это заставит германские подводные лодки большую часть боевого похода находиться в подводном положении, что существенно ограничит их подвижность. Адмирал Деннис в июне располагал всего 20 подготовленными к дальним походам подводными лодками. С 1 по 18 июня немцы потопили в Центральной Атлантике 24 судна, и все они находились в одиночном плавании. Они в составе хорошо охраняемых конвоев. Успешнее были действия германских подводников у берегов Африки, где им удалось спустить на дно еще 38 судов. Черчилль в июне чаще всего говорил о единстве европейских народов в борьбе с нацистской угрозой. Английский премьер-министр убеждал своих слушателей, что постепенно в Европе возникнет прочный и постоянный антигерманский фронт. Судьба маленького человека всегда интересна. Из многочисленных мемуарных свидетельств о последних мирных днях июня 41-го года остановимся на двух. Студентка третьего курса математического факультета Ленинградского университета Вера Пирожкова приехала к своим родителям в Апсков. Она была оборажена тем, что в псковских магазинах совершенно неожиданно, буквально чуть ли не в первый раз за все предшествующие годы в огромном количестве появилось прекрасное, отлично приготовленное масло. Причем его можно было брать не по 100 грамм и даже не по килограмму на душу, а столько, сколько пожелаешь. Она купила это масло и рассказала дома об этом истории. Знакомый железнодорожник ее отца пояснил, что почему-то совершенно неожиданно составы с продовольствием, которые отправлялись в Германию, были остановлены на станции Псков. И поскольку не было рефрижераторов, то масло, ибо он был скоропортищим продуктом, было выброшено в псковские магазины. В середине июня в Германии в типографиях начали печатать миллионные тиражи листовок. Для сохранения секретности их содержания типографские рабочие и упаковщики были задержаны на рабочих местах и под охраной полиции перешли на казарменное положение. Текст листовок был направлен против большевистской России и разъяснял германскому народу причины, по которым необходимо начать войну на Востоке. 17 июня министр пропаганды гитлеровской Германии Йозеф Геббельс записывает в дневнике «Относительно России циркулирует невероятное количество разнообразных слухов. От будто бы заключенного мирного договора до уже начавшихся военных действий. Все это вполне в русле наших интересов и поэтому всемирно поддерживается. Слухи – наш хлеб насущный. Мы противопоставляем им глухое молчание». Реконструировать подлинную обстановку первых трех недель 1941 года вряд ли когда-либо удастся. И потому чисто научный подход к этому прологу трагедии обречен на провал. Кто же тогда должен выйти на ван сцену вместо историков, аналитиков, политологов или психологов. Судьи или желающие быть судьями. Но помните, в Библии сказано, в те годы, когда правили судьи, случился страшный голод на земле. Да и кого судить? Вместо агрессора того, кто не подготовился к агрессии. Привычные философемы приводят нас к Сталину, не сумевшему понять, что опасность уже на пороге, а не в будущем году. К руководству Наркомата, Обороны и Генерального штаба, то есть к Тимошенко, Жукову и Шапошникову и другим, недооценившим гитлеровский вермахт, его прекрасно подготовленных солдат и офицеров, к тем, кто с тупым величием мечтал о наступательной войне и контрударах. Да, виноваты, но и обстановка накануне 22 июня была сложнее и запутаннее, чем мы себе сегодня представляем. Да, громадные тома можно составить из предупреждений, донесений, секретной информации, записи радиопереговоров и анализа тех или иных фактов. Но, во-первых, руководству Советского Союза очень хотелось отложить войну хотя бы на полгода. Во-вторых, донесения разведки были очень противоречивы. Из них создана, кстати, обширная мифология. Например, о том, что Рихард Зорге из Токио сообщил точную дату нападения Германии. На самом деле, никаких точных дат Зорге не сообщал. Он писал о близкой войне, как о стратегической неизбежности. А вот ложную точную дату неоднократно доводили до сведения Сталина. И как ему было реагировать, если война назначалась на 15 мая, потом на 22 мая, 25 мая, 12 и 15 июня, но каждый раз нападение не происходило. Может быть, войну в СССР уже устали ждать. И половину этих ложных дат подбрасывала сама немецкая разведка в качестве дезинформации. Мне кажется, что главная вина руководства Советского Союза и Красной Армии состоит не столько в том, что они не смогли предузнать дату удара вермахта, сколько в том, что они не поняли характер этого удара, не поняли опыта войны в Западной Европе и на Балканах, и потому пренебрегли единственной необходимой тогда тактикой. Не остановились на методе стратегической обороны на первом этапе войны. Обороны не на границах, а в глубине, за 100-150 километров от границы. Не все, конечно, советские маршалы и генералы полагали, что воевать придется только на чужих территориях. Народный комиссар Советского военно-морского флота адмирал Кузнецов с первых дней июня настойчиво добивался перевода Балтийского, Черноморского и Северного флотов на режим боевой готовности номер два. Это было делом опасным, легко можно было заполучить ярлык паникера и труса. 19-го июня адмирал наконец-то добился желаемого. С этого дня Советский флот отменил отпуска личного состава, перешел на ночное затемнение военно-морских баз. Каждый военный корабль готовился к близкой войне. Нарком военно-морского флота Николай Герасимович Кузнецов. Официальная дата рождения 1902 год. На самом деле будущий адмирал родился в 1904 году, а прибавил себе два года для того, чтобы быстрее уйти служить на флот из Архангельской глубинки. Прошел все стадии флотской службы, командовал крейсером на Черном море. В 1938 году с должности командующего Тихоокеанским флотом был назначен народным комиссаром в МФ. Кузнецов был сторонником развития сбалансированного флота, в котором надводные корабли, подводные лодки и морская авиация взаимодействовали друг с другом. Последние предвоенные тревожные месяцы именно благодаря предусмотрительности Кузнецова советский флот не был застигнут врасплох. Его пример это исторический урок тем соратникам Сталина, которые через много лет стремились свалить всю ответственность на голову вождя, которому будто бы нельзя было возражать и с которым невозможно было спорить. 20 июня в Самарканде началось вскрытие гробницы склепа Гур-Эмир, в котором был похоронен завоеватель и полководец Тимур. В раскопках, кроме археологов, активное участие принимали сотрудники НКГБ. Когда была отодвинута крышка гроба и обнаружен скелет, одна нога которого была короче, сомнений, что это останки Тимура не осталось. Хромотаева была известна из достоверных источников. Древнее же пророчество утверждало, что вскрытие склепа Тимура приводит к началу войны. 21 июня в субботу в Большом театре прошла последняя репетиция оперы Гуно Ромео и Джульетта. Партию Ромео пел Сергей Лемешев, Джульетты, Валерия Барсова. Премьера была назначена на воскресенье 22 июня. Последний мирный день в Советской России был не таким уж и мирным. На западных границах группы немецких диверсантов вырезали линии проводной связи между штабами частей Красной Армии убивали советских связистов. Люфтваффе получили приказ сбить рейсовый самолет Дуглас, вылетевший по маршруту Берлин-Москва. Ни одного немецкого пассажира на этом рейсе уже не было. Но истребители Геринга не смогли вечером обнаружить рейсовый Дуглас. Весь субботний день множились признаки приближающейся войны. Появились перебежчики, германские солдаты с информацией о начале наступления вермахта. До полуночи их было уже двое. После нуля часов перебежали еще два немца в военной форме. В кабинете Сталина в Кремле около семи часов вечера в присутствии членов Политбюро наркомобороны маршал Тимошенко сообщил об очевидных признаках близкой войны и на вопрос Сталина, что делать, ответил, что надо немедленно дать директиву всем приграничным округам привести войска в полную боевую готовность. Слово «полную» Сталину не понравилось. Оно могло, по его мнению, спровоцировать немцев. Тимошенко добавил, что Генштаб уже составил проект такой директивы. Через полчаса начальник генерального штаба генерал армии Жуков зачитал проект этой директивы для войск западных военных округов. Директива, переданная поздним вечером 21 июня 1941 года Тимошенко и Жукову штабы западных военных округов, которые, по сути, уже становились фронтами, носила, безусловно, странный характер. У нас складывается такое впечатление, что эта директива была вынужденной уступкой Сталина руководству Народного комиссариата обороны. Потому что войска, которые вот-вот должны были пасть жертвой нацистской агрессии, ориентировались не на активную оборону, а призывались не поддаваться ни на какие провокации, которые могли бы вызвать крупные международные осложнения. Такое впечатление, будто бы Сталин знал, что такого рода провокации могут иметь место. И своему источнику Сталин доверял гораздо больше, нежели чем всем источникам разведывательного управления генерального штаба Красной Армии. Что это мог быть за источник? Здесь опять приходит на ум знаменитый майский полет Ю-52 в Москву. С какой целью он был совершен? И вот тут мы подходим вплотную уже к границе домыслов и фантазий. Как бы там ни было, но директива Тимошенко и Жукова сыграла преступную роль. Войска оказались застегнуты врасплох немецким нападением. А можно только представить себе, что бы могло быть с теми представителями команды начальствующего состава Красной Армии, которые все-таки рискнули бы привести свои войска в состояние повышенной боевой готовности, ориентировать их на активную оборону и тем самым поддаться на провокации. И вот таким образом нельзя не упомянуть еще об одном трагическом эпизоде, связанном с 21 июня. В этот день, 21 июня 1941 года, бывший командующий Ленинградским военным округом и герой Советско-финляндской войны генерал Кирилл Афанасьевич Мерецков был арестован в поезде Ленинград-Москва. Меркуловские исследователи Шварцман, Родос и Иванов привезли его в Сухановскую тюрьму. Там Мерецков был сфотографирован в анфас и в профиль с него содрали знаки различия, сняли сапоги, а затем до полусмерти избили резинами-дубинками и, наконец, для того, чтобы, видимо, у него не оставалось никаких иллюзий по поводу своей грядущей судьбы, всей исследовательской бригады помочились ему на голову, оставив лежать несчастного генерала в луже исследовательской мочи до утра. Это действительно начиналось совершенно новая, другая, еще ни разу неизведанная Россией война, которой никто не мог себе представить меру человеческих страданий. 21 июня вечером Гитлер продиктовал обращение к германскому народу, которое на следующий день будет доведено до сведения немцев. Фюрер писал о заговоре против Германии, обвинял Москву в вероломстве, в подготовке к нападению. Задача этого фронта уже не защита отдельных стран, утверждал Гитлер, а обеспечение самого существования Европы, что означает спасение всех. Да поможет нам Господь в этой борьбе. Поздним вечером Гитлер скажет своему адъютанту «Это будет самая тяжелая битва для нашего солдата в этой войне». В кремлевском же кабинете Сталина до 23 часов задержались Молотов, Ворошилов и Берия. Берия пытался пошутить на прощание, сказав, что Гитлер, наверное, не умеет плавать и потому никак не решится атаковать Англию. Через 15 минут Сталин уже ехал отдыхать на ближнюю дачу в Кунцево. В ящике рабочего стола генерального секретаря лежал доклад от военного атташе советского посольства во французском Виши, в котором сообщалось, что по достоверным данным нападение гитлеровской Германии на Советский Союз начнется ранним утром 22 июня. Сталин успел прочесть доклад и написать резолюцию на полях. Эта информация является английской провокацией. Разузнайте, кто автор этой провокации и накажите его. По этому делу наказать, кажется, никого не успели. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин